Всем панкейк, дорогие друзья! Давайте посмотрим на гигантских зверей, которые были самыми крупными представителями своих видов за всю историю Земли. Самые крупные животные мезозойской эры – динозавры. Одни из них – плотоядные свирепые хищники, охотились за всем, что движется. Другие неторопливо набивали животы растительными побегами и плодами тропических лесов. Гигантопитек – самый крупный примат всех времен. Останки самой большой реликтовой обезьяны находят на территории Индии, Таиланда и Китая. О размерах великанов палеонтологи судят по сохранившимся окаменелым останкам. Гориллы, которые считаются самыми крупными современными приматами, мельче гигантопитеков в два раза. Трехметровая обезьяна, поднявшись на задние лапы, могла бы без труда заглянуть в окна второго этажа любого современного здания. Настоящие кинг-конги животного мира. Весили они более 500 килограммов. Самый высокий человек не достал бы реликтовой обезьяне до груди и смотрелся бы на ее фоне букашкой. Возможно, могучие звери пали жертвой более мелких первобытных людей – пятикантропов, которые охотились самодельными рубилами и копьями, умели добывать огонь и строить жилища. По крайней мере, с появлением человека популяция гигантопитеков стала резко сокращаться, пока они не исчезли окончательно, около 1 миллиона лет назад. Второе место по праву занимает Амфицелий. Амфицелий – это травоядный гигант, длина которого составляла более 62 метров. Воистину огромный зверь. Этот динозавр из семейства зауроподов обитал 160 миллионов лет назад на территории Африки и Южной Америки. Его длина составляла более 62 метров, а вес достигал 122 тонн. Представляете габариты ящера, если диаметр только одного позвонка был 2,5 метра? Туловище Амфицелия от маленькой головы до кончика мощного хвоста занимало столько места в пространстве, сколько 25 автомобилей, вытянувшихся в одну линию. Прокормиться такому зверю было непросто. Возможно, отсутствие достаточной кормовой базы и послужило причиной вымирания вида. По другой версии, в исчезновении титанов виновны хищники, которые охотились на неуклюжих молодых особей и с удовольствием закусывали яйцами, отложенными динозаврихами. Третье место. Гигантозавр. Это крупнейший плотоядный ящер. В высоту его скелет достигает до 4 метров, а в черепе помещается взрослый человек. Это самый крупный плотоядный ящер мелового периода, живший более 90 миллионов лет назад. Безжалостный монстр с огромным черепом, коротенькими верхними лапками и мощными нижними конечностями, знаком нам по фильму «Парк юрского периода». Останки гигантозавров впечатляют. К тому же классу терроподов принадлежат и тираннозавры. Хищники, обитавшие на территории Северной Америки 68 миллионов лет назад. Размер плотоядных гигантов 12-13 метров. Масса тела до 8 тонн. Длина острых, как бритва зубов, составляла 30 сантиметров. Даже у саблезубых тигров клыки были короче. А перед тем, как мы продолжим, поставьте лайк на это видео и подпишитесь на наш канал, если еще этого не сделали, здесь много интересного. После этого видео предлагаем посмотреть другие наши выпуски. А теперь продолжим. Четвертое место мы отдали сарказуху. Сарказух – это самая крупная крокодилоподобная рептилия. Ее длина 15 метров и вес 14 тонн. Огромная крокодилоподобная рептилия обитала 110 миллионов лет назад в Африке. По сравнению с ним, современный крокодил выглядит игрушкой. Питался он рыбой или охотился на других представителей фауны мелового периода. Мощные челюсти с несколькими рядами страшных зубов имели невероятную силу сжатия – до 20 тонн, благодаря чему сарказух мог легко перекусить самое толстое бревно. Следующий в списке – энтелодонт. Оказывается, что это доисторический предок кабана, весом до полутора тонн и ростом до двух метров. Доисторический предок кабана, обитавший 30 миллионов лет назад на территории Азии, Европы и Северной Америки, внушал страх не только потенциальным жертвам, но и себе подобным. Гигантская туша, весом до полутора тонн, достигала в высоту двух метров, отличалась крайней агрессивностью и кровожадностью. Толстая кожа, хищная, вытянутая морда с огромными клыками, неутомимость и изворотливость – и вот перед вами настоящая машина смерти. Палеонтологи считают, что энтелодонты были каннибалами. При случае они могли закусить слабыми и больными сородичами. Может быть, это милая особенность и стала одной из причин исчезновения вида. Титана Боа Титана Боа – это ближайший доисторический родственник удава. Длина до 15 метров, а масса до тонны. Ближайший доисторический родственник удава имел поистине устрашающие размеры. Его туловище в обхвате было более метра, в длину вытягивалось до 15 метров, а масса достигала тысячи килограммов. Габариты рептилий в два раза превышали размеры анаконды – самый крупный из существующих сейчас змей. Не стоит думать, что огромный питон тихо душил свою жертву в стальных объятиях. Его способ охоты больше походил на атаку крокодила. Кровожадный монстр нападал из засады. Затаившись в водоеме, он присматривал добычу и внезапным броском кидался на нее, мгновенно перекусывая шею мощными челюстями. Как же хорошо, что эти страшилища вымерли 60 миллионов лет назад. Добрались до самого известного гиганта – мамонта. Мамонт – это, пожалуй, самый узнаваемый среди данного списка. Огромный зверь, похожий не то на слона, не то на носорога. Самые крупные представители семейства слоновых обитали в период плеоцена практически повсеместно. Останки животных находят на территории Африки, Евразии и Северной Америки. Шерстистые мамонты были хорошо приспособлены к выживанию в суровых климатических условиях. Они населяли Сибирь, Аляску, холодные острова Арктики. Ученые считают, что последние представители реликтовой популяции вымерли совсем недавно – не более 4 тысяч лет назад. По сравнению с современными слонами, мамонты выглядели настоящими исполинами. Ростом они были с трехэтажный дом, весили не менее 15 тонн, обладали огромными изогнутыми бивнями, массивным туловищем с короткими ногами. Длинный хобот и крепкие бивни помогали добывать пищу из-под снега, крепкие зубы без труда переламывали грубый растительный корм, а густая шерсть надежно защищала от холода. О причине вымирания мамонтов ученые спорят до сих пор. Одни объясняют их исчезновение изменениями климата, другие считают, что гигантов истребили древние охотники. Существует и экзотическая гипотеза, утверждающая, что мамонты стали жертвой падения огромного метеорита. А как считаете вы? Аргентавис. Это самая крупная птица из всех летающих существ, известных науке. Размах ее крыльев 7 метров. На 5-ти метровой хрущевской кухоньке это существо точно бы не поместилось. Если к этому прибавить массу в 80 килограммов и рост в 2 метра, становится совсем страшно. Такая птичка легко могла унести человека в клюве и отдать его на закуску своим птенцам. Древний пращур пернатых легко отбирал добычу усаблезобого тигра и держал в страхе крупных плотоядных хищников. Самка Аргентависа могла раз в 2 года снести лишь одно яйцо. Птенец рос медленно. Только через 18 месяцев он мог самостоятельно добывать пропитание, а потомством обзаводился через 10 лет. Самые большие доисторические птицы были долгожителями. Продолжительность их жизни достигала сотни лет. Мегалодон. Кажется, это одно из самых известных животных в этом списке. Эта огромная акула была настолько большой, что питалась китами. Это кровожадная доисторическая акула, обитавшая в глубинах океана 3 миллиона лет назад. Наиболее полное представление о ее внешнем виде дает фильм «Челюсти», по сюжету которого хищница пробуждается от спячки и начинает охоту на людей. В реальности гигантское чудовище длиной более 20 метров и весом в 60 тонн пожирало любую живность, от рыбных косяков и дельфинов до огромных китов. Мощные челюсти, усаженные рядами острых зубов, легко перекусывали плавники и хвост крупной добычи, лишая ее возможности двигаться. Затем мегалодон с силой таранил беспомощную жертву, травмируя внутренние органы и с аппетитом ее пожирал. Открытая пасть древнего хищника была колоссальных размеров. 3,5 на 2,5 метра. В нее легко мог поместиться небольшой катер. Сила сжатия страшных челюстей была просто фантастической. До 180 тысяч ньютонов! Вырваться из них невозможно, даже исполинскому синему киту. Считается, что прожорливые монстры вымерли от голода, так как с изменением уровня мирового океана исчезли многие виды, составлявшие кормовую базу древних акул. Вторая причина вымирания мегалодона – киты поумнели. В ходе эволюции они стали более подвижными и внимательными, и легко уплывали от неповоротливого мегалодона. Это лишь малая часть из списка исполинов, населявших в прошлом планету Земля. Их останки могут многое рассказать, и, возможно, впереди ученых ждет еще много удивительных тайн и открытий. Какой из этих представителей удивил вас больше всего? Пишите в комментариях! С вами был Панкейк! Хорошего настроения и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова